Пожарные Омской области работают в режиме чрезвычайной ситуации. Причина – природные пожары. Пока масштабных возгораний травы и леса в регионе не зафиксировано, в отдельных поселках за обстановкой следят добровольные дружины. По всей Сибири это десятки тысяч человек, которые готовы сдерживать пламя до приезда спасателей. Дмитрий Ковалев расскажет, кто и как противостоит стихии в сибирских селах. Занимаемся мы сейчас, ну как вот, сейчас мы никто, можно сказать. Просто какие-то слесаря. Вот и все. А что потом будет, это неизвестно еще. И будет ли вообще. Юрий Грязнов, Игорь Плохотнюк – слесарь, кочегар и сторожа. За это им уже почти полтора года платят заработную плату – 5000 рублей в месяц. Но это не их работа. Они пожарные. Вдвоем отвечают за безопасность жителей 21 деревни. Полтора года назад добровольную пожарную команду в соседнем селе расформировали. Помещение не подходило под нормы. Чиновники выделили другой гараж. Но теперь не могут оформить необходимые документы. Ждем, да ждем, когда оформятся документы, чтобы быстрее нас забрал город. Потому что уже мы, если из города, там основательно мы знали, что будем получать зарплату. Будем получать зарплату вовремя. Ну и, соответственно, будет уже работа с полным соцпакетом совсем полностью. Самое главное. А еще обещают вернуть пожарную машину. Сейчас в распоряжении двух спасателей 40-летний ГАЗ-53, переделанный из водовоза. Это не вездеход на колесах, старые покрышки. Даже страховка просрочена. Не лучший техник у спасателей из Кузбасса – отца и сына Квакиных. Глава семьи в добровольной пожарной команде больше 30 лет. И номер его мобильного есть у каждого жителя села Зарубина. Все просто телефон дают, телефон дают и все. Номер телефона и все записать. Сразу звонит, говорит, тебе надо. А мы приезжаем так, прибили пламя и ждем городских. Ну не дай им дальше уйти, как мне просто и все. Всего в Кемеровской области больше 900 пожарных дружин, в которых трудится больше 20 тысяч человек. Больше 100 единиц техники. Старый, но рабочий. В Томской области таких дружин почти в 9 раз меньше. А специальное обучение в регионе прошли больше 10 тысяч человек. Но не каждый готов быть пожарным добровольцем. Приходилось обучать группы, например, учебных заведений, где практически 98% женщины. Кстати, при выполнении практических мероприятий смело в основном женщины. Первые работают с огнетушителями, тушат очаг пожара. Поэтому очень разнообразный состав. Талисман добровольцев из Новосибирской области – кот черныш. А в патрульной группе всего два человека. Они не получают заработную плату. У мужчин нет пожарных стволов и другого оборудования. Но они каждый день проезжают десятки километров. Под надзором – 9 сел. А бороться с огнем приходится с помощью пожарных ранцев. Топор, чтобы ветки срубить, ветками тушить. Потому что ветками тоже – это лопаты. Чем лопаты ветками лучше? Ветки срубил ветками. Ландшафтная пожарка, трава горит. Либо ветками, либо… Самый хороший пожарный ранец. На большее рассчитывать не приходится. Субсидии для добровольцев начали сокращать еще в прошлом году. Теперь денег едва хватает на страховку. Топливо и снаряжение приходится покупать за свой счет. В регионе за последние два года не появилось ни одной новой пожарной дружины. Дмитрий Ковалев, Остап Григорианц, Ольга Маховская, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.